Всем привет, это новый формат для моего канала, поскольку я не успеваю делать обзоры на игры. Да я даже их пройти не всегда успеваю, а ролики надо хотя бы раз в неделю делать. Да я опять две недели ничего не снимал. В этом видео я хочу рассказать за что ненавидят серию Call of Duty. При этом говорить свое мнение, чтобы это видео не являлось простой зачиткой чужих мнений. Но перед началом, если заблокирует ютуб, что крайне вероятно, можете подписаться на мой аккаунт в Яндекс Дзене и на группу вконтакте, где есть не только мой контент. Начинаем. Изобилие скриптов. Современная Call of Duty не может обходиться без скриптов, любая новая часть серии просто трещит по швам от изобилия заскриптованных сцен. И абсолютно каждый трейлер игры напичкан этими самыми сценами, по самые не хочу. Уже перестаешь удивляться чистоте этих скриптов. А к концу игрок так и вовсе уже переполнен мыслями по типу. О, еще один вертолет упал. Забавно. С этим невозможно не согласиться. Да, это очень зрелищно, но тут можно привести аналогию с чаем, который добавили 10 ложек сахара. Вкусно, но вряд ли ты допьешь это до конца. От большого количества скриптов нет возможности вариативного прохождения игры с геймплейной точки зрения. Нежелание разработчиков менять что-то в игре. После выхода первой части Call of Duty изменения в самом геймплее были чрезвычайно малы. Да что уж там, даже игровой шрифт не менялся с тех пор. Разве что чуть-чуть. Автоматы все так же стреляют, как и игрушечные. Разработчики даже поленились изменить анимацию убийства ножом. Что уж тут говорить про все остальное. Ну тут правда, с точки зрения геймплея развития либо нет, либо оно очень маленькое. И это развитие пары небольших фишек в каждой последующей игре. Это очень обидно, потому что видно развитие у прямого конкурента колоды Battlefield 2042 не в счет. А зов долго, практически за 20 лет своего существования, кроме как графикой, и немного, ну совсем немного геймплеем не изменилось. Конвейер. Второй пункт, с нежеланием разработчиков делать что-то новое в играх, зависит как раз из-за конвейерности выпуска игр каждый год. Но на удивление, новая часть в этом году не выйдет. А именно вторая часть перезапуска Modern Warfare. Даже не знаю, хорошо это или нет. Но что-то у меня есть нехорошее предчувствие, что в игре будет еще больше русофобии в связи с нынешней ситуацией. С этим пунктом я согласен. Русофобия. Продолжаем эту тему с нетерпимостью к России. В целом, откуда началась эта русофобия в Modern Warfare? Ну, не с перезапуска, как я думал. А еще с оригинальной трилогии. Но с этим я не согласен. Русские, которые являются противниками в трилогии, это ребята на букву Т и их приспешник. Да, во второй части началось полноценное противостояние США и России. Но у русских в этой ситуации была мотивация, связанная с тем самым событием на букву Т в московском аэропорте. Совершенное Макаром, при этом ему способствовал американский генерал Шепард. И в его отряд был внедрен американский солдат, которого сам Макаров убил. Отчего у России были основания для обвинения. Хоть и не без косяков. Началом русофобии я все же считаю это перезапуск МВ. С этим самым генералом Барковым. Будь оно неладное. Моды? Нет, не знаем таких. А завершает этот список активное нежелание разработчиков выразить свою поддержку модерам. Нет, поначалу все было прекрасно. У первой части Modern Warfare даже был свой инструментарий. Но проблема в том, что дальше разработчики и не пошли. Все следующие серии игры, кроме не столь сильно популярной World at War, не имели поддержку модов. Разве что только Троярдж добавили инструментарий спустя полгода. Но кому он уже нужен? Но тут у меня двоякое мнение. С одной стороны в колде у меня не было желания накатить модов. Но с другой стороны, если разработчики не поддерживают модеров, то им соответственно плевать, что будет с их более старыми проектами, которым фанаты могут дать вторую жизнь. Это мое мнение. Но все же я склонен к тому, что моды не помешали бы для каждой игры. Это бы, повторюсь, дало бы им вторую жизнь. Итоги. Серия Call of Duty дала мне много положительных эмоций. Но минусы в ней есть и достаточно существенные. От простых геймплейных моментов до политической повестки. Но зависит это скорее от восприятия каждого игрока и как он к этому будет относиться. Повторюсь, видео не преследует оскорбить игровую серию. Это лишь констатация фактов. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои дополнительные ресурсы, Дзен и группы ВКонтакте, в которой публикуются не только мои ролики, но и видосы моих друзей. Теперь точно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok